У всего сущего есть две стороны, и даже у, казалось бы, абсолютно благих начинаний. Ветряные генераторы, представляющие собой символ экологически чистой энергии и прогресса, с одной стороны служат мощным инструментом для получения электроэнергии из возобновляемого источника — ветра, тем самым снижая зависимость от исчерпаемых запасов ископаемого топлива и минимизируя выбросы парниковых газов, способствующих глобальному потеплению и изменению климата. С другой стороны, они становятся источником серьёзной угрозы и гибели для множества живых существ, в первую очередь для птиц, летучих мышей, насекомых, а также оказывают дестабилизирующее воздействие на окружающую среду, вызывая тревогу и вынужденную миграцию диких животных. Какой выбор, основанный на взвешенном подходе и стремлении к гармонии, позволит сбалансировать эти противоречивые аспекты и обеспечить наиболее гуманный и рациональный путь развития? Нельзя огульно утверждать, что ветряные генераторы — воплощение абсолютного зла, подлежащее немедленному и безусловному запрету. Их преимущества и положительное воздействие на окружающую среду очевидны и неоспоримы. В сравнении с традиционными тепловыми, атомными и газовыми электростанциями, ветряки не требуют сжигания ископаемого топлива, что полностью исключает выбросы углекислого газа, СО2, оксидов серы, СОКС, оксидов азота, НОКС, твердых частиц, ПМ и других загрязняющих веществ, которые наносят непоправимый вред здоровью человека, животного мира и целостности экосистем. Использование ветряной энергии способствует смягчению последствий изменения климата, снижению рисков загрязнения атмосферы и водных ресурсов, уменьшению зависимости от крайне нестабильных и подверженных геополитическим колебаниям мировых рынков ископаемого топлива, а также обеспечивает энергетическую независимость стран. Производство электроэнергии с помощью ветра — важнейший шаг к созданию более экологичного, устойчивого и безопасного будущего для всей планеты. Однако важно понимать, что на локальном уровне каждая отдельно взятая турбина может представлять собой существенную угрозу и фактор риска для дикой природы. Два главных фактора, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в районе ветряных электростанций — это инфразвук, излучаемый работающими турбинами, и механическое воздействие вращающихся лопастей. Эти факторы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. При вращении лопастей под воздействием ветра на их концах формируются вихревые потоки воздуха, которые генерируют инфразвуковые колебания. Инфразвук — это низкочастотные звуковые волны, которые не воспринимаются человеческим ухом, но могут оказывать губительное воздействие на живые организмы, становясь причиной гибели, травм и страданий сотен тысяч животных. Согласно статистическим данным, предоставленным Американской службой охраны рыбных ресурсов и диких животных, только в Соединённых Штатах Америки ежегодно погибает около 234 тысяч птиц в результате столкновений с лопастями ветряных турбин. Причины этого явления комплексны и многогранны. Во-первых, вращающиеся лопасти, особенно когда они движутся относительно медленно, могут быть недостаточно заметными для птиц, особенно в условиях плохой видимости, тумана, дождя или при ярком солнечном освещении, когда возникает эффект размытости. Во-вторых, некоторые виды птиц, совершающие дальние миграции, летят на значительных высотах, что увеличивает вероятность их столкновения с лопастями. В-третьих, крайне важным фактором является расположение ветряных электростанций вблизи путей миграции птиц, мест их гнездования, остановок во время перелётов, кормовых зон и водоёмов, что многократно повышает риск столкновений. В глобальном масштабе потери от ветряков могут показаться относительно незначительными по сравнению с другими факторами, оказывающими негативное влияние на популяции птиц. Например, домашние кошки ежегодно истребляют до 2,4 миллиарда птиц только на территории США. Однако крайне важно учитывать контекст и конкретные обстоятельства. Кошки, как правило, охотятся вблизи населённых пунктов, где видовое разнообразие птиц уже снижено в результате антропогенного воздействия. Ветряные электростанции, напротив, зачастую устанавливаются в открытых природных зонах, где обитает гораздо большее количество видов, в том числе редких, уязвимых, эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения. Потеря нескольких особей широко распространённого вида птиц может не оказать существенного негативного влияния на его популяцию. Но гибель нескольких представителей редкого, находящегося под угрозой исчезновения или охраняемого вида птиц, может оказать критическое воздействие на его выживание, привести к дестабилизации экосистемы и даже к исчезновению вида. Летучие мыши страдают от работы ветряных турбин не меньше, чем птицы, а, возможно, даже больше. Хотя летучие мыши используют эхолокацию для ориентации в пространстве и, казалось бы, могут с лёгкостью избегать столкновений с лопастями, их подстерегает ещё одна, более опасная угроза. За вращающимися лопастями формируется зона пониженного давления, особенно в условиях турбулентности и сильного ветра. Когда летучие мыши попадают в эту зону, из-за своей небольшой массы, хрупкого скелета и особенностей строения кровеносной системы, они испытывают баротравму, повреждение лёгких и других органов, вызванное резким изменением давления, что приводит к быстрой и мучительной смерти. Это явление, известное как синдром турбины, является серьёзной угрозой для сохранения популяций летучих мышей, которые играют важнейшую роль в экосистемах, контролируя численность насекомых вредителей, опыляя растения и распространяя семена. На всех остальных представителей фауны – наземных, подземных, пресноводных и морских – оказывает негативное воздействие инфразвук, генерируемый ветряными турбинами в процессе их работы. Механизмы воздействия инфразвука на живые организмы ещё недостаточно изучены, но имеющиеся данные свидетельствуют о его негативном влиянии на нервную систему, эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему, слух и общее состояние здоровья животных. Воздействие инфразвука может вызывать головные боли, тревожность, усталость, апатию, дезориентацию, нарушение сна, изменение пищевого поведения, проблемы с размножением, снижение иммунитета и общее снижение жизнеспособности. Животные, подвергающиеся длительному воздействию инфразвука, испытывают хронический стресс, что приводит к снижению репродуктивной функции, повышению восприимчивости к заболеваниям и общему снижению продолжительности жизни. В результате воздействия этих факторов животные вынуждены покидать свои привычные места обитания вблизи ветряных электростанций. Это приводит к нарушению пищевых цепочек, сокращению численности популяций, снижению биоразнообразия и деградации экосистем. Места размещения ветряных электростанций превращаются в зоны отчуждения, где наблюдается сокращение численности как крупных млекопитающих, так и мелких беспозвоночных, которые являются основой пищевых цепей. Это оказывает негативное влияние на всю экосистему, приводя к дисбалансу и снижению ее устойчивости. Таким образом, внедряя ветряную энергетику, стремясь к сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата, человечество вынуждено жертвовать жизнью и благополучием многих живых существ. Необходимо искать максимально эффективный баланс между преимуществами возобновляемой энергетики и необходимостью сохранения биоразнообразия и защиты окружающей среды. Необходимо учитывать все аспекты, включая экологические, социальные и экономические, для принятия обоснованных решений, направленных на создание устойчивого и справедливого будущего для всех. Какие решения могли бы минимизировать негативное воздействие ветряных электростанций на окружающую среду, снизить риски для дикой природы и смягчить возможные последствия? Тщательный анализ и выбор мест для строительства ветряных электростанций, основанный на детальных исследованиях миграционных путей птиц, мест обитания летучих мышей, других животных, а также с учетом ландшафтных особенностей, климатических условий и сейсмической активности. При проектировании электростанций необходимо учитывать оптимальную высоту установки турбин, использовать более крупные и медленно вращающиеся лопасти, а также современные конструктивные решения, направленные на снижение турбулентности, минимизацию генерируемого инфразвука и максимальное повышение видимости лопастей для птиц. Разработка и внедрение автоматизированных систем, использующих радары, акустические датчики, камеры, тепловизоры и другие современные технологии для непрерывного мониторинга окружающей среды, обнаружения приближающихся птиц, летучих мышей и других животных, а также для оценки скорости ветра, направления его потока и других параметров, влияющих на безопасность дикой природы. Автоматическое отключение турбин в опасные периоды, например, во время миграции птиц, при неблагоприятных погодных условиях или при обнаружении животных в непосредственной близости от турбин. Разработка и внедрение новых конструкций лопастей, которые бы снижали риск столкновения с птицами и летучими мышами, например, за счет изменения формы лопастей, нанесения на них специальных покрытий, делающих лопасти более заметными для птиц в ультрафиолетовом спектре или использования специальных отпугивающих устройств. Разработка и внедрение технологий, направленных на снижение уровня инфразвука, например, за счет оптимизации конструкции турбин, использования шумопоглощающих материалов или создания звукоизолирующих барьеров. Проведение масштабных, междисциплинарных научных исследований для более глубокого понимания механизмов воздействия инфразвука на живые организмы, разработки методов оценки риска и минимизации негативного влияния на здоровье и благополучие животных. Непрерывный мониторинг воздействия ветряных электростанций на популяции птиц, летучих мышей, других животных, а также на состояние экосистем. Сбор и анализ данных, разработка и реализация адаптивных мер управления, направленных на минимизацию негативных последствий. Организация широкой просветительской работы, направленной на повышение осведомленности общественности о преимуществах и недостатках ветряной энергетики, о проблемах, связанных с ее воздействием на окружающую среду, о необходимости сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природе. Разработка и реализация программ компенсации за потери, вызванные строительством и эксплуатацией ветряных электростанций, например, путем финансирования природоохранных мероприятий, создание новых заповедников или расширение существующих, восстановление мест обитания животных, высадки деревьев и кустарников, реализации программ по снижению загрязнения окружающей среды. Разработка и внедрение строгих экологических стандартов, требований и нормативных актов, регулирующих строительство и эксплуатацию ветряных электростанций, в том числе в отношении выбора мест размещения, проектирования, технологий, мониторинга, компенсационных мер и ответственности за причиненный ущерб окружающей среде. Выбор остается сложным, но достижение прогресса и гармонии между развитием возобновляемой энергетики и сохранением биоразнообразия безусловно возможно. Только объединив научные знания, технологические инновации, экологическую ответственность, экономическую целесообразность и политическую волю, можно найти оптимальный путь развития ветряной энергетики, сочетающий в себе заботу об окружающей среде, сохранение биоразнообразия, обеспечение энергетической безопасности и благополучия людей. А что бы выбрали вы, учитывая все аспекты этой сложной дилеммы, стремясь к устойчивому развитию и процветанию?